Подготовка полным ходом Украина ждет иностранцев для учений 27 февраля 2019 года газета Подготовка полным ходом Украина ждет иностранцев для учений Рада разрешила допуск на Украину иностранных военных для учений На Украине вовсю готовятся к проведению международных военных учений Для этого Верховная Рада утвердила закон, допускающий пребывание на территории страны военнослужащих иностранных государств прибывших исключительно для участия в маневрах С 2014 года такие законы принимаются ежегодно, так как законодательство Украины, ранее придерживавшись нейтрального и внеблакового статуса, ограничивало возможности для размещения иностранных войск Верховная Рада приняла закон о допуске на территории Украины военнослужащих иностранных государств для участия в учениях в 2019 году Соответствующий законопроект поддержали 263 депутата при необходимых 226 голосах Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделения вооруженных сил других государств на территории Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях Указано в пояснительной записке к документу В соответствии с законом, в первых учениях в рамках программы «Партнерство ради мира» на Украине примут участие 3000 американских военных и солдат стран НАТО Затем в украинско-американских учениях «Рапид Тридент» 2019 будут задействованы 2000 военных из США и НАТО, а также до 30 единиц колесной техники, до 23 самолетов и вертолетов На знаменитые «Сибриз» 2019 в июне-сентябре приедут до 2000 военных, до 40 кораблей, катеров и судов, максимум 2 подводные лодки, до 41 самолета и вертолета и до 100 единиц колесной техники Кроме того, на этот год запланированы украинско-румынские учения «Ривер Айн» 2019, многонациональные учения «Кленовая арка» 2019 и украинско-британские маневры «Ворьер Вочер» 2019 Украинское законодательство не допускает функционирования на территории государства каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом К тому же в стране не могут быть размещены иностранные военные базы В связи с этим иностранные войска ежегодно допускаются на территорию страны исключительно в соответствии со специальным законом по представлению президента Такой порядок действует с апреля 2014 года В прошлом году в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил участвовали более 3000 американских военнослужащих, а также военных из государств членов НАТО с вооружением и боевой техникой Две недели назад Министерство обороны Украины объявило о начале подготовки к ежегодным совместным украинско-американским учениям «Sea Breeze» 2019 Планируется, что они пройдут в северо-западной части акватории Черного моря В прошлом году после очередных таких учений президент Украины Петр Порошенко заявил о планах к следующим таким маневрам увеличить контингент участников и расширить районы их проведения Порошенко отметил, что в 2018 году в учениях приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников Альянса В планах на следующий год увеличить контингент военных, участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учения «Sea Breeze» 2019, написал президент в своем Фейсбуке Во время прошлогодних учений, которые проходили с 9 по 21 июля, экипажи кораблей преодолели более 2,5 тысячи миль Состоялось больше 200 полетов авиации, общая продолжительность которых превысилась 105 часов К тому же морская пехота совершила не менее 40 прыжков с парашютом В учениях участвовали американские ракетные эсминец USS Porter и штабной корабль ВМС США Маневры проходили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря На Украине даже не пытаются скрыть очевидный антироссийский характер учений Командующий военно-морскими силами страны вице-адмирал Игорь Воронченко заметил напряженную обстановку в Черном и Азовском морях Он также указал на якобы игнорирование Москвой норм международного морского права Украинский вице-адмирал уточнил, что речь идет, прежде всего, о продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях Украинско-американские учения Sea Breeze 2018 Наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн, по которым кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия Запланированные мероприятия подготовки наглядно покажут наше единство и непоколебимую готовность вместе защитить мир и ценности, которые разделяет цивилизованное человечество Демократию, свободу, верховенство права, территориальную целостность и нерушимость границ суверенных государств, отметил Воронченко Эти маневры регулярно проводятся на Украине с 1997 года Они соответствуют меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Украиной и США, которые и являются соорганизаторами учений В МИД РФ планы по проведению в акватории Черного моря совместных украинско-американских учений считают опасными Идея опасная Именно так мы будем к ней относиться До этого изучим факты Они воспринимаются нами как опасная идея Пояснил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин Лидия Мясник 26 февраля 2019 года Право на данный материал принадлежат газета Материал размещен правообладателем в открытом доступе